Здравствуйте, уважаемые ученики девятого класса! С вами я, Мусабаева Агарькея Алмахановна, учительница русского языка и литературы. Мы продолжаем раздел «Знаменитые люди». Тема нашего урока «Абай. Не будь падким на всё». Сегодня на уроке ты узнаешь, как создавать высказывания, рассуждения, убеждения, формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, отвечать на них, различая факт и мнение. Ты научишься правильно писать союзы, предлоги, частицы, использовать глаголы в соответствующих формах. Ребята, сначала давайте повторим теоретический материал вспомним, как отличить простое от сложного предложения. Посмотрите на таблицу. Простое предложение, ребята, это такое предложение, в котором только одна грамматическая основа. Например, тихо дремлет река. Что? Река. Что делает? Дремлет. Значит, здесь только одна основа. Тёмный бор не шумит. Не шумит. Что делает? Бор. Что? Бор. Здесь тоже одна основа. Сложное предложение. Ребята, это такое предложение, которое состоит из нескольких простых предложений. Может состоять из двух или более грамматических основ. Например, ветер в поле воет, дождик морозит. Ветер что? Воет, что делает. Дождик что? Морозит, что делает. Значит, ребята, сложное предложение состоит из двух или более основ. В данном предложении две основы. Ключевые слова сегодняшнего урока Просветитель Агартуша Эдюкейджа Просветитель Человек, занимающийся просвещением, распространением знаний В 2020 году Казахстан отметил 175-летие великого поэта казахского народа, философа, композитора, ювелирного мастера художественного слова, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы, ее первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурами. Абая Кунамбаева Ребята, посмотрите на эти иллюстрации и скажите, какое слово их объединяет. Да, ребята, это тема чести. Абай в своих произведениях много писал о чести. Например, Если с молоду честь не терял, Если доброе имя берег, Если жил, согревая сердца, Значит, ты человеком прожил. Поэт-просветитель Абай стремился, чтобы каждый сын и дочь казаха стали сознательными и культурными, чтобы просвещение стало уделом казахского народа, чтобы мужество и благородство были национальными чертами казахов. В неустанном труде на благо народа и человечества Абай видел путь к счастью. Он говорил, «Станешь трудиться только для себя, уподобишься животному, пасущемуся ради себя». Только три следующего качества делают человека личностью. Ум, воля и сердечность, учил поэт. Ребята, теперь вам такое задание. Вы пишите ключевые слова и выражения из текста. Какие нравственные духовные понятия утверждает Абай? Ответьте на этот вопрос. А теперь давайте вместе прочитаем стихотворение Абая. «Не будь падким на всё» Страница 254 Будь разборчив в пути своём, Если ты талантлив, гордись, И надёжным лишь кирпичом В стену строящуюся ложись. Убегающий видит путь, Догоняющий вслед спешит, Воля с разумом их ведут, Справедливость, Вот свет души. Если воля есть, ум живёт, Доброты же и правды нет. Впереди огонь, Сзади лёд, И никак не уйти от бед. Удержи корысть и порыв, Похвалы не ищи, смотри, Недостатков искусно скрыв, Лишь в борьбе победу бери. Волю дав хвастовства словам, Не мечтая других превзойти, Возбуждая зависть и сам, Отступиться можешь в пути. Твержи ногу, Шагай смелей, И тогда не погибнет труд. Речи тех, кто учит детей, Как зерно в земле прорастут. Так, ребята, давайте вернёмся к нашей теоретической теме. Напишем два предложения из стихотворения Абая и определим, какое это предложение, сложное или простое. Пишем, ребята. Убегающий видит путь, Догоняющий вслед спешит. Это предложение сложное, потому что здесь два простых предложения и две основы. Убегающий видит, Убегающий кто видит, что делает. Догоняющий кто спешит, что делает. Следующее. Воля с разумом их ведут. Справедливость, вот свет души. Ребята, это какие предложения? Правильно, ребята. Эти предложения являются простыми, потому что у них по одной основе. Так, ребята, если вы хорошенько прочитали стихи, то дайте своё название стихотворению Абая. Обоснуйте ваш ответ. Определите тему и идею стихотворения. Какие человеческие качества Абай считает главными? Ребята, теперь пишем упражнение 4, страница 256. Запишите предложение, объясните написание союзов и частиц. Первое. Другими словами, чтобы успеть за переменами, вам придётся каждые полтора года заново учиться всему. Второе. Что бы мне прочитать по этому вопросу? Третье. Можно ли с мозгом человека сделать то, что и с компьютером? Четвёртое. Я тоже прочёл эту книгу. Пятое. Я читал то же, что и вы. Домашняя работа, ребята, для вас. Прочитайте текст на странице 255. Пятое. Создавьте текст рассуждения. Ребята, если сегодня на уроке вам было неинтересно, то напишите в комментариях ваше имя красным цветом. Если надо повторить ещё раз материал, то жёлтым цветом. А если всё легко и просто, всё было интересно, напишите ваше имя зелёным цветом. Спасибо за внимание, ребята. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok